Парковка на бульваре архитекторов. Это кадры следственного эксперимента. В майке бывший водитель такси. Сейчас ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему пассажиру, из-за чего 38-летний мужчина скончался. Все, сев в машину, они сказали, будет адрес такой, перелета 27, по-моему, или 29. Все, я дал отвердительный ответ, мы поехали. Все произошло на этом месте в новогоднюю ночь около пяти утра. Подвыпивший пассажир, со слов обвиняемого, начал буянить еще в машине. Друг как мог сдерживал своего приятеля. Они вели свои разговоры, но при подъеме на метро мост Гаценко задал мне вопрос. Ты узбек, что ли? На что я с иронией просто ответил. С какой целью интересуетесь? После чего началась с другой стороны нецензурная брань. Он вел себя очень агрессивно. На что я опять сказал. Вы решили спустить на мне порыв после вашего конфликта. Подъезжая с метра моста на поворот на 70 октября, напротив фестиваля, он нанес мне удар. Не доехав до пункта назначения, таксист притормозил у торгового комплекса Тополиной. Разборки продолжились уже на улице. На проверке показаний водитель рассказал, оплачивать свой проезд пассажир не собирался. С его стороны шли угрозы, я тебя завалю, матершинными словами. Он мне предлагал бороться, драться. На что я ответил. Мне нужно, чтобы вы со мной рассчитались. И Гаценко со словами, я выражусь как было. Сейчас, расшипелив руки, я понял, что человек не поцеловать не хочет. Дальше обвиняемый показал, как наносил удары кулаками по голове. Когда пассажир потерял сознание и упал на землю, таксист еще раз его пнул в живот. Приятель рассчитался за поездку и вызвал скорую. Не дожидаясь приезда врачей и полиции, водитель уехал. Избитого мужчину привезли в больницу с травмой головы и обильным кровотечением. Вскоре он скончался. На месте происшествия криминалисты изъяли следы протекторов, обуви и крови. Затем почти три месяца судмедэксперты устанавливали причину смерти. Следователем следственного отдела по Кировскому административному округу города Омска Следственного управления, следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела. Факт причинения бывшего спортсменам в ходе конфликта в ночь 31 декабря на 1 января нынешнего года телесных повреждений жителю города Омска, от которых он скончался. По окончании расследования уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения митинного заключения с последующим направлением в суд. Ранее водитель такси никогда судим не был, поэтому был отпущен под подписку о невыезде. Санкция, инкриминируемая ему статьи, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Ночь уводил полиции номер один, обратился 44-летний житель Левобережья. Полицейский мужчина рассказал, что автомобиль угнали, и он даже знает кто. Сел за руль и уехал 22-летний приятель, с которыми они распивали спиртное. Начали выпивать. Пришли уже когда домой, проводили по-друге, вернулись домой. После тебя просто уже, видать, то ли что-то у него пошло не так, то ли что, я не знаю, что произошло. Я пытался всячески успокоить, то есть алкоголь дома мы уже не принимали, его не было. Вот. И он выкрутил ключи, сотовый телефон, то есть то, что в сумке было, если бы там даже были бы деньги в сумке, то есть это все было там. Схватил, и я побежал за ним, но он раскачивал лист, потому что он физически маленький, у меня еще здоровее. Вот. Я побежал уже вниз по лестнице, где, соответственно, уже выбежав на улицу, видел, как он уже разворачивается. И чтобы не быть под колесами, просто уже убежал. На просьбы остановиться приятель не реагировал, скрылся в ночи. Уже через несколько минут иномарку обнаружили и остановили сотрудники госавтоинспекции. За рулем, как установили инспекторы, находился предполагаемый злоумышленник. По предварительным данным, подозреваемый поссорился с другом и решил таким образом ему досадить. Документы и ключи от машины нашел в сумке потерпевшего. Выбили пиво. Взял машину, забрал ключи, телефон, карточки. Поехал прокатился на машину. Меня поймали сотрудники ДПС. Где поймали? Адрес не помню. Вы были в состоянии опьянения? Да. Что интересно, в этом году молодой человек уже привлекался за угон. Причем этой же иномарке и при аналогичных обстоятельствах. Я понял, жизнь ничему не учит. После этого мы долго не общались. Но он пошел на мировую, начали пересекаться. И опять все плохо кончилось. Чем ему нужна моя машина, чем она ему нравится, я не знаю. Это, может быть, психологи на это накрутят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За что задержаны сотрудниками полиции? Совершил преступление. Какое? Кражу сумки. В девятом отделе полиции показания дает этот молодой человек. Промышлял на улице 10 лет октября. Однажды днем подошел к пенсионеру и попросил купить ему хотя бы бутылочку пива. Дедушка отказал наглецу, но все же поделился напитком с незнакомцем. Говорю, дед, дай хоть пиво попить. Плохо, говорю, он мне дал пиво. Я выпил пиво и потом догнал его еще раз и выдернул у него сумку из руки. Маленькую, черную. Все, побежал прямо. Меня остановил какой-то человек, прохожий, говорит, ты что делаешь, отдай сумку, дед. Я этому человеку отдал, говорю, на, отдай. И все. Сумку владельцу вернули, однако пенсионер решил позвонить в полицию и рассказать про воришку на улице. Подозреваемого, что называется, по горячим следам задержал экипаж патрульно-постовой службы. Похищенное имущество было возвращено гражданину. Мужчина был передан в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Фигурант, ранее судимый 30-летний житель города Омска, ограбил прохожего, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Больше гектара конопли в городе скосили сотрудники полиции. В этом году уничтожать наркотические дикоросы привлекли курсантов Омского бронетанкового института. Операция «МАК» проводится каждый год и направлена на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители устанавливают собственников земли, где произрастает дурман-трава. Владельцы участков получают предписание и должны своими силами уничтожить наркотический сорняк. Если законные требования не выполняются в срок, землевладельцы рискуют получить штраф. Для физического лица до 2000 рублей, для должностных – до 4000, а для юридических – до 40 тысяч рублей. О местах, где растут конопля и мак или сбываются растительные наркотики, о мечей просят сообщать в полицию по телефону 02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова